Субтитры подогнал «Симон» 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 что нам Господь даром даёт. Вот есть такое упражнение, мне кажется, его иногда, философский, вернее, это термин такой, но человеку иногда полезно, полезно это над собой проделать. Это называется феноменологическая редукция. Это значит отнять мысленно у себя всё, чем ты обладаешь, не только имущество, не только окружение, но и вообще свои способности, вплоть до способностей видеть, слышать, ходить. То есть остаться совершенно таким голым телом. И потом понемножечку себе прибавлять. Вот у меня ноги есть, я могу ходить, у меня руки есть, у меня есть глаза, я вижу, у меня есть уши, я слышу, да? Вот. И потом понемножку, и тогда ты понимаешь, что ты на самом деле владеешь каким-то огромным богатством. И вот после этого сказать, Господи, слава Тебе, спасибо Тебе. А если мы будем неблагодарны, если мы не будем этого ценить, ну так мы ничего больше и не получим. Ну, привет, дорогие. Здравствуйте. Сегодня у нас тема, пожалуй, что одна из самых сложных, несмотря на то, что мы, в общем, простых тем у нас не было. Тема уныния. Тема очень сложная, потому что она крайне актуальна сейчас. Сейчас очень много народу называют это депрессией. И когда люди не знают первой причины этой вот болезни, которую они называют депрессией, в общем, это путь в никуда. Это пожизненное сидение на антидепрессантах. Кому-то везет. Через уменьшение доз, или через изменение каких-то обстоятельств жизни. Кто-то из вас освобождается, но, как правило, это уже пожизненное. И причем эти люди, они вот, когда начинаешь как-то им пытаться в духовную сторону, они, в общем, редко слышат. Поэтому надо здесь аккуратно с молитвой уныние. Попробуйте дать определение сами, как вы понимаете, что такое уныние. Мне кажется, уныние — это неупование на волю Божью. Так. Я думаю, что уныние — это состояние, когда ты перестаешь верить в хорошее, надеяться на хорошее. Уныние — это даже может в какой-то степени леность разума. Большое. Ну, неспособность сопротивляться тем обстоятельствам, которые ты переживаешь. Мне кажется, скорее не неспособность сопротивляться, а состояние, в котором ты полностью недоволен своим настоящим и не надеешься на хорошее будущее, наверное. это состояние, когда ты видишь только плохое и живешь только в плохом. уныние — это в какой-то степени скукота. То есть тебе становится скучно и от нечего делать. И ты унываешь. я вижу, что уныние еще рядом находится с эгоизмом. Ты смотришь и видишь только себя в этом мире. А если ты будешь думать о других, если ты не будешь только на себя обращать внимание, то я думаю, и уныние тоже будет растворяться, потому что заботы будут о других людях. Я думаю, что уныние — это какая-то конечная степень самолюбия, если можно так выразить. Ты веришь только в собственные силы, заменяешь как бы сам в своих глазах Бога, то есть высшие силы. А поскольку тебе не на что надеяться, у тебя нет выхода в случае какой-то проблемы. То есть ты имеешь виду, что ты надеешь на свои силы, а потом, когда обламываешься в реальность, ты впадаешь в уныние. Ну да, что-то такое. На Бога надеешься, надеешься на себя, а это не оправдывает себя, да? Еще, знаете, ну бывает такое, как бы, да, у тебя что-то не получилось, ты как бы сам себя винишь и думаешь, вот, все считают меня неудачником, у меня не получилось, и как бы спектр внимания только на тебе, то, что все думают о тебе плохо, и ты о себе думаешь плохо, и это еще загубляет ситуацию. Уныние, это, наверное, одно из сильнейших следствий гордости. Когда ты недоволен ситуацией из-за того, что ты думал о себе так, а получилось иначе. Уныние — это грехованная степень покаяния. Ух ты, подожди, давай порассуждаем, что ты меня ждал. Ну я имею в виду то, что есть как бы добродетель, то есть покаяния. А, антипод, да? Антипод — это уныние. Мне кажется, уныние — это просто, когда человек не ощущает рядом с собой Бога. Помню, что вне святых святых есть рассказ про человека, там, в общем, длинная история, но, в общем, там был старец, который говорил, что уныние — это самый смешной грех. Смешной? Да, смешной, но смешной по своей глупости. А, по своей глупости, ага. Мне кажется, что уныние — это недоверие Богу. Ты думаешь, что ты можешь всё сделать сам, что ты такой хороший, что у тебя всё получится, ты сможешь помочь другим людям, которые находятся в уныне. А потом ты понимаешь, что это невозможно, и ты сам впадаешь ещё, наверное, ещё больше уныния. Вот, мне кажется, да, что это недоверие Богу. Удивительно, я сейчас вас не прерывал, потому что вы почти все точно ответили в разных аспектах и соответствовало определению Иоанна Листочника. Уныние — это расслабление души, это изнеможение ума и оболгатель Бога. Оболгатель Бога как немилосердного и нечеловеколюбивого. Вот расслабленность души и изнеможение ума, если вот эти два аспекта по очереди смотрите, Иоанн Листочник говорит, что часто оно происходит от многословия. Потому что дар слова, когда ты произносишь проповедь или кого-то там спасаешь, или обличаешь и разумляешь, она обретает силу. И точно так этот дар, когда ты его обращаешь в празднословие, в пустоту, он тебя опустошает. Удивительно, этот дар, который тебя наполняет, он же тебя может и опустошать. И ты реально опустошаешься, и твой ум просто изнемогает уже от этой пустоты. Вот несколько раз Коля сейчас об этом говорил, с разной формулировки вокруг этого. И расслабленность души, вот Никита тоже затронул, это один из признаков это лень. Лень всегда сопутствует с депрессией подводящей такой. Причем иногда диву даешься, как вот люди, которые пребывают в этом, насколько они то есть я не могу чашку помыть. Это не шутки? Я не могу чашку помыть. Хочется, знаете, здоровый человек уже сказать, иди помой чашку, ну просто встань и помой чашку. Вот это расслабленность души, понимаете, вот такая обесточность, такая парализация. Первая стадия это ропот, когда человек начинает роптать на все. Это жуткое качество, если в вас это есть, прямо избавляйтесь срочно. Если в ваших друзей помогайте от этого, избавляйтесь, потому что ропотники это очень тяжелый народ, и самое худшее, что они заражают других. Не то, что специально, я вот когда заражу всех, а просто сама природа этого греха, она пытается распространиться через сочувствие. Мы еще к этому вернемся, но вот, например, кого-то из вас задело, по делу сделаны, допустим, замечания, да, и такой ропотник подсаживается, говорит, вот ведь несправедливо, как тебя обидели, а вот жизнь, что вообще, где справедливость? И ты реально чувствуешь, он себя сочувствует, что за сочувствие? Вместе чувство, да? И ты такой, а действительно, елки-палки, как все плохо-то. Вот это, понимаете, это заразная штука, дикая. Дальше от нее рождается то, что Сема назвал скукота. Скукота, на самом деле, это печаль, когда все уже начинает все покрываться таким, да, все. А печаль разве и уныние, это не два разных греха? Это два разных греха, но печаль — это преддверие уныния. Мой батюшка покойный всегда говорил, что вот у нас эта тоска по раю, она всегда, вот она есть, единственное, мы вот или заглушаем ее, или начинаем ее возвращать вот в мирском плане. И вот эта печаль, которая должна быть, тоска по Богу, тоска по раю, она, когда становится печалью мирской, все, это прямой путь к унынию. Понимаете, это вот надо захватить себя и прямо сразу что-то сделать с ропотом. Серафим Саровский вообще говорил, что в монастыре легче терпеть блудника, чем ропотника. Потому что блудник, он грешит против себя, это страшный грех, это телесный грех, а ропотник, он заражает еще всех. Дальше все перерождается в печаль, которую, вот Сема сказал, скука. С печалью, если ничего не делать, оно переходит потихонечку в уныние. И если с унынием ничего не делать, оно доходит до своей крайне ужасной, не дай Бог никому, формы. Отчаяние. Отчаяние, так точно. И здесь уже происходят разные суициды и прочие дела, которые тоже нельзя рассматривать вне контекста борьбы с темными силами. У меня знакомая, я, по-моему, обрассказывал, я ее очень люблю, она как сестра моя. А вот у нее, ее что-то плющило и колбасило на эту тему, но мы еще молодые были тогда. и один раз, она не религиозный человек тогда была, и как-то вот ее что-то сильно накрыло, она одна дома была. Она, понимаете, она хотела исчезнуть. И вот она думала, что она сейчас отравит себя и просто перестанет существовать. Она хотела перестать существовать, чтобы ее не было вот такой на свете. Она напилась таблеток и начала умирать реально. И вдруг она пришла в ужас от осознания того, что она умирает, но не исчезает. Понимаете? Она поняла, что тело умирает, а она остается. И тут она поняла, и вообще она из последних сил вызвала скорую, открыла замок и упала без сознания прямо вот так на пороге дома. Слава тебе, Господи! Скорая приехала, успела открыть дверь и откачали. После этого все познавели к суициду, как корову языком слезнуло. Она почувствовала духовную природу всего этого, она почувствовала ловушку всего этого. На Алтае я встречал одного парня, он тоже доведенный демонами до такого отчаяния, он залез в петлю и повесился. И вдруг в этот же момент вырывается дверь, залетают темные духи, начинают вокруг него раскручивать сильный хоро. Сначала медленно, потом усиливают. И вот я понимаю, что они сейчас вот в этот воронок меня утянут. И вот тут-то я не знаю, как, это вообще почти невероятно, видимо, ангел-хранитель, просто крещеный все-таки, он как-то сумел там что-то схватить, вывернуться, куда-то наступить, зацепиться, все, и вылезти из петли. И он, у него тоже после этого просто корову из-за кого слезу, он столкнулся, он увидел реальность того вот, куда это все ведет. Эти рассказы очень помогают донести то, что ты не исчезнешь. Ты будешь существовать, ты на третью секунду проклянуешь свое решение, но уже ничего нельзя изменить. Человек, когда начинает вот в это все вляпываться и не бороться, и не понимать духовную причину, он, когда уже в депрессию впадает и пребывает в этой депрессии какое-то время, у него начинаются химические изменения. И тут уже, к сожалению, появляется действительно депрессия, то есть как болезнь. Уже болезнь физическая. И вот из этой ямы уже без медикаментозной помощи уже трудно вылезти. Страшное зрелище. Я видел такое. Смотрите, мы с вами затронули два аспекта. Это изнеможение ума, расслабленность души, ну и заодно мы с вами рассмотрели механику, как человек доводится до края, и после чего зарождается депрессия. А вот что касается третьего, оболгатель Бога, давайте уныние-оболгатель Бога. Вам ничто это не напоминает из эдемской истории. Когда еще в райском саду змей соблазнял Еву, чтобы та съела плод от древопознания добра и зла, он оболгал Господа, что якобы тот запретил Адаму и Еве вкушать от этого древа, потому что он не хочет, чтобы вы сами были богами. Так. И они поверили. Да. Да. Николай Сев говорит, что самый страшный грех то, что они повели сатане, то есть он оболгал Бога, а не поверили. Вспомните, Адаму было сказано, в день, который ты вкусишь от плода, в тот же день ты умрешь. Помните? А если у Бога один день как тысячи лет, а тысячи лет как один день, то вот он вкусил и прожил 900 с чем-то лет. Он не прожил тысячу лет как бы по божественным, но есть более такое серьезное толкование. Смотрите, физическая смерть это разлучение души с телом, а духовная смерть это разлучение человека с Богом. У Адама тут же началась духовная смерть. Она тут же вошла и начала изменять его природу. И почему еще можно было остановиться, когда Господь их спрашивал, в чем дело? Если бы Адам Павел сказал, Господи, простись, согрешили, дурак, я еще ее должен был защитить, не смог, что-то могло бы поменяться, не поменялось. Господь как педагог обращается к Евею, может через нее получится остановить эту мутацию. Она говорит, змеи сказал мне, я там ни при чем змеи сказал мне, ну и так далее, да? И соответственно, здесь вот то, что вы перечисляли все, вот отлучение от Бога и так далее, это начало духовной смерти, уныние в этом. В чем уныние? Тут Леонид Леонидович правильно говорит, что он не человеколюбив и вообще все не простит, невозможно. Если мы в это верим, у нас начинается духовная смерть, как у Адама в раю, только в нашем микроварианте. И с этим тоже это надо пресекать, бороться, на любом этапе надо всегда сопротивляться. Еще знаете, что важный момент такой? Вообще, с чего начинается вот эта вот вся лестница, это вниз? Ропот, печаль, уныние, отчаяние. А святые говорят, что вот когда человек невнимательный в своей духовной жизни, и у него накапливаются неисповеданные мелкие грехи, где-то матернулся, где-то там осудил, как бы недостойное внимание. Вот эти мелкие грехи, они никуда не деваются, и они сплетаются. Вот в сеть уныния. Именно мелкие неисповеданные грехи, они копятся и сплетаются в сеть уныния. И начинается вот эта вся свистопляска, о которой мы говорили. Вот этот точный диагноз от святых отцов. Часто бывает так, что мелкие грехи мы как бы вообще не запоминаем, забываем, и вот когда стоим перед исповедью, вспоминаем на службе, помним только вот именно яркие какие-то ссоры, грубость, и как бы что сделать с тем, что ты не помнишь вот эти мелкие грехи? Когда ты вспоминаешь, надо их обязательно фиксировать, во-первых. Во-вторых, каждую свою, ну я, например, каждую свою исповедь я заканчиваю делом с новым помышлением. Не просто тарабаню это, а искренне прошу от Бога простить меня все, что я делаю. Вообще на исповеди прощается все, но дело в том, что то, что неисповедано, оно все равно копится как как накипь какая-то. В итоге вот эта гадкая сеть сплетается. Вообще, если исповедуется нередко и осознанно, оно потом открывается. Я иногда диву даюсь, что-то такое, ничего себе, я вообще забыл об этом. И есть такое мнение, что в собору не прощаются забытые грехи. Но с этим спорят. Некоторые считают, что такого обоснования в богословии у нас нету. Но отец Данил в своем покое Царство Небесное предложил такой серединный путь, что когда на таинстве собору душа исцеляется, она вспоминает забытые грехи. Мне кажется, вот именно если ты на исповеди вот прям очень-очень искренне попросишь, только, ну, тогда простятся. А вот если ты как бы просто подокатанный, то нет. Конечно, конечно. Категорически нельзя на исповеди ничего скрывать. Ни в коем случае никогда. Вообще это просто табу. Врать, обманывать, что-то скрывать, что-то там смягчать. Я хотела спросить, вот у меня такое бывает, что вот я схожу на исповедь, я все расскажу, а потом после исповеди у меня все равно остается как будто стыд за этот грех, и хочется еще раз прийти и покаяться в нем же. Святые старцы говорят, что это эпитемия, которая остается, грех прощен, в этом сомневаться не надо. Но вот это чувство вины, которое грызет, оно как лекарство остается эпитемией. Оно не должно гонять в уныние или еще что-то, поэтому не смущайся, пусть это тебе лекарством будет. Но ты при этом верь, что Господь тебя простил однозначно. Но лекарством он оставляет вот это вот. Лекарство горькое. А если ты идешь на исповедь и точно знаешь, что потом все равно то же самое сделаешь? Надо идти, все равно каяться. Главное не формально. Это все равно, что знаешь, вот я видел, у меня знакомая, она говорила, перестала исповедаться, что такое? Она говорит, да что я Христа дальше буду распинать одними и теми же грехами. Я говорю, стоп, подожди. Во-первых, он принес себя тебе в дар, а ты его отвергаешь. Дар под видом, типа ты такая вот прям честная. Во-вторых, у тебя одежда пачкается, ты же стираешь эту одежду, ты же не говоришь, что она испачкается, чего мне стирать. Кто-то еще хотел что-то сказать, спросить? Давай. Вот если вот не такой большой грех, ну, вообще маленький, вот просто вот не на исповеди, а перед иконой встать, на колени, покаяться, это считается как покаяние? Грех будет прошен? Ну, это считается, но потом на исповеди все равно надо об этом сказать. Мы о унынии говорили, как когда ты согрешил, и ты думаешь, ну, там, или что... Ну, как следствие грехов, да. Да, да. Уныние как следствие грехов. Но уныние, оно может быть там из-за каких-то, ну, умер у тебя кто-то, или там поругался с кем-то, и вот из-за этого переживаешь и унываешь. Ай, Катюна, ты как всегда молодец. Ты открыл сейчас определенный аспект, который необходимо рассмотреть. Действительно, часто уныние бывает не потому, что ты расслаблен душой или изнеможден умом, а вот что-то случилось такое. То есть не от грехов уныние родилось, а от какого-то события, то здесь тоже надо не впасть в то, что в оболгание Бога к ней милосердного, а с ним-то прям, Господи, ситуация серьезная, помогай. И только с тобой, только никак иначе. И все, дальше реви, обревись только в молитве. Итак, уныние оболгание Бога несет в себе элемент духовной смерти. Все, это поняли. Не Бог нас отвергает. Понимаете? Да? Тут можно, мне кажется, самый яркий пример вспомнить, это царя Моносию. Если вспомнить, то есть его историю, нет? Из Ветхого Завета. Сын праведника, царь иудейский. Что он начал творить? Язычество вернул. Пророка Исаию деревянной пилой перепелил. Остальных пророков в своей эпохе убил. В храме устроил публичный дом. Сколько он там чудил. Казалось, печати негде ставить. Вдруг попадает в плитка сирийцам. И уже в момент смертного страха взмолился, покаялся. И Господь его вернул на царство. Он начал справлять свои ошибки. Или нам Господь в Новом Завете приводит притчу о неправедном суде. Помните? Который ни Бога не боялся, ни людей. Он так и заявлял. И вдова к нему пришла и она, не помни, не помни. И достала его. И он подумал, слушай, лучше я помогу ей, чтобы она это не делала. У меня больше там в прямом переводе синяки под глазами. Ну, своим досаждением своим. И решила ей помочь. И Господь говорит, что если такой немилосердный судья, неправедный судья помог женщине благодаря ее настоянию, то тем более любящий Бог надо верить и с надеждой просить и не отступать. Знаете, мне кажется, что когда ты унываешь, ты вообще не думаешь о Боге. Пока тебе кто-то не подойдет с любовью, не скажет и не напомнит тебя, это работает, поверь. Я один из нас на Алтай, меня что-то так пришибло, все мне плохо, и горы уже некрасивые, и лес некрасивый, и река, что-то как, все, все плохо, все, я сижу, топлю печку, значит, сижу около огня, там кладу туда дрова и все, об этом размышляю, мрак. Вообще, я человек не склонный к депрессиям, но тут у меня просто такой мрак. Я вдруг чувствую, как будто сзади так поставили многотонную плиту и вот так на меня навалили, и она меня сейчас раздавит просто. Реально, свет не мил, все, хотя бы просто бери билет и уезжай отсюда. Произошло чудо. Я сижу, вдруг мне пришло в голову, я вдруг понимал, что что-то нестерство, так не может быть. Я говорю, верую, Господи, помоги моему неверию. Все. Я в один момент, в одну секунду ощутил счастье. Вот из этого мрачника, я не знаю, это чудо, это психологически невозможно сделать. Даже если так вот представить, вот давай сейчас погрущу, а потом резко перескочу в счастье. Это не бывает так. А тут я говорю, верую, Господи, помоги моему неверию. И все, все, краски, горы красивые, самые красивые, река самая синяя, небо самое голубое. Понимаете, все, я счастлив. Адриан, ну ведь есть способы борьбы, ну вот этой депрессии, мы только что один из них озвучили, а как же здоровый оптимизм? Ну вот смотрите, Никита нас передвинул очень вовремя, на следующую стадию нашей беседы, что делать, как сопротивляться этому. Ну мы отчасти с вами затронули, но в принципе, вот как вы думаете, что нам может помочь в этой борьбе с унынием, спечалью, с этой всей канителю? Перевести вот это состояние печали в, ну в общем, поговорить с Богом. Ну я не знаю, вот мне это помогает. Я встаю около иконы и начинаю вот, что у меня плохо, и начинаю Богу рассказывать. Вот, и потом, Господи, помоги мне, и все. Ты же понимаешь, что ты делаешь в этот момент? Соединяешься. Восстанавливаешь связь. Понимаешь? Ты восстанавливаешь связь, тебе хорошо. А также я думаю, ну вот тебе плохо, и ты должен рассуждать, что есть люди, которым в этот момент еще хуже. Ну ты говоришь у тебя, у меня плохо, у меня никого нет, мне никто не уделяет внимания, мне вообще ничего нет. Ты должен осознавать то, что есть люди, которых вообще ничего нет. Ну как бы у тебя хоть что-то есть. Крыша над головой, еда, там что-то. А есть люди бедные, но вообще у них ничего нет. Иоанн Лестричник говорит, уныние неустанно на рукоделие и лицемерно в послушании. Неустанно на рукоделие. Это так странно звучит. То, что сейчас Лиза сказала, реально есть такой психологический как бы совет, что когда тебе плохо, найди тому, кто хуже, и помоги ему. Это ли внутреннее правило, себе так помогать. Но вместе с тем, уныние неустанно к рукоделию, казалось бы, оказывается дело вот в чем. Если это все делается без молитвы, можно под видом помощи ближнего принести вред. То есть без молитвы ты можешь, типа, помогая ему, ввергнуть, еще в свое состояние его стащить. Да, все плохо. Я понимаю, сам такой. Сам такой, у самого все плохо. Потому что молитва – это первое лекарство. Она восстанавливает связь с Богом, упраздняет духовную смерть. Поэтому уныние готовы окопы рыть, что угодно, лишь бы уйти от молитвы. Лишь бы увести от молитвы. В этот момент начинаешь молиться, и у тебя тут же, ой, слушай, надо то сделать, надо это, много печенья, все. И поэтому рукоделие или помощь другим становится ядерным оружием, если оно растворено молитвой. Вот тогда ты безопасен. Еще знаете что? Ефрем Серин говорит, если видишь кого-то тонущего, не подавай ему руки, а подай ему конец жезла твоего. Через жезл ты его вытащишь. Во-первых, тебя нельзя стащить, а через жезл ты его вытащишь. Это вот закон действует вот в этом. Понимаете, о чем я говорю? Очень странно звучит, но это вот так. Там, где сбегается молитва, вред притаился. Надя? Я хотела вас спросить, а можно когда у тебя ничего не получается, потом ты такой думаешь, а мне все-таки смотришь на свои хорошие стороны. Не все так плохо. У меня кое-что другое получается. Я могу этим помочь и как-то веселее становиться. Можно так? Ну да, если ты говоришь, слава тебе, Господи, я могу еще это. То есть не себе приписывать. Коля, говори. Я хотел просто из такого практичного пособия, как бороться с унынием, я человек, который весьма подвержен этой страсти, могу посоветовать сразу, которая такая волна уныния, чтобы из него выйти. Первый шаг, вы должны взять книжечку, брошюрку Серафима Вырискова, от меня это было, и прочитать ее. Да. И сразу же стоять на свое место. Это просто панацея от всего. Отвечаю. Все, кто не читал, прочитайте. Не знаю, вот лично мне от уныния помогает подойти к близкому к какому-нибудь человеку и рассказать то, что вот у тебя накипело, вот почему ты унываешь. Ты расскажешь, а потом понимаешь, что такие мелочи по правде. Ну, в правде все так банально, и просто, и то, что хватит унывать, все нормально, жизнь продолжается. Ну, короче, жизнь будем дальше. Ребят, вот то, что сейчас Даша сказала, вот это интересно, первый закон психологов это выслушать. Когда ты выслушиваешь, человек выговаривается, ему уже легче. Я хотела задать вопрос Даши. Хотя не бывает такого, что когда ты постоянно, ну, как бы жалуешься своему другу, близкому человеку, что ты ноешь ему, как бы его это раздражает. Нет? Знаешь, этот человек, ну, это мама, один из таких людей, как бы, боюсь моей маме, ну, это не надоест, и чаще бывает, наоборот, по правде. Это, во-первых, во-вторых, есть вот два-три таких человек в моей жизни, они сами видят, что я унываю, то есть они видят, что я в таком состоянии, они подходят, Даш, что случилось? Я сначала молчу, как-то не хочется рассказать, потом все-таки из меня вытрясут, я расскажу, и я понимаю, что легче становится. Ну, то есть это не нытье, ну, как-то просто выкладываешь все. Не, не нытье, конечно. Подождите, пожалуйста. Понимаете, просто у меня нет таких теплых отношений с родителями, у нас в семье вообще никто, ничего не рассказывает родителям. Папа постоянно работает, мама в Москве, и как бы как-то звонить, жаловаться на свои проблемы как-то не хочется, потому что и так родители загружены. у Даши есть такой опыт, да, и ты уже знаешь, что ты, если к ней подойдешь, она с пониманием отнесется, ты можешь просто апостол Павел друг друга тебе как-то носить и так исполнить закон Христов. Вы, конечно, не можете прощать друг другу грехи, но можете выслушать друг друга. Это очень помогает. Дриан, а ведь сотни таких случаев, вот когда, например, ты купил билет на самолет и на него опоздал, самолет улетел, а потом из новостей, да, выясняется, что он разбился. Но тебя сначала это вело в уныние, я позван самолет, на отдых не поеду, а потом выясняется. Слушай, Никит, ты сейчас на самом деле прямо у меня с языка снял. Лесточник говорит монахам, да, что муж послушный, чужд унынию, ну, послушание монашеское. А нас это касается как? Когда ты находишься в послушании у Бога, ты это понимаешь, да, и ты принимаешь все, что с тобой происходит, как из его рук. Для этого надо читать полтора молитву в церкви старцев, просто очень хорошее напоминание. Не дай не забыть, что все не способно тобой, да, и что такое. Но ты все, что с тобой не происходит, ты принимаешь с благодарностью Богу, и ты тогда неуязвим. У меня вопрос. Да. Вот мы вначале давали определение унынию, и все было так серьезно, а сейчас все приводят свои личные примеры. Ну, как-то это разве уныние? Я просто думала, что уныние, это когда прям вообще ну жить не хочется. А вот это состояние, когда у тебя что-то просто теплое. Ну, Ксюша, дорогая, мы же рассматривали по ступени к этому. Я почему вам затронул историю двух моих знакомых, которые пытались с собой покончить, чтобы к этому не возвращаться. Мы к крайней степени уныния, отчаяния мы сейчас не берем. Мы сейчас давайте все-таки на взлете этот грех сбивать. На самом взлете. Человек унывает, то иногда помогает просто обнять его, просто дать ему понять, что ты с ним, а если ты с ним, то уже не так плохо. Да, 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 разделить его. Понимаете, когда апостол говорит с плачущими, плачет сразу, он не говорил вот про уныние, он говорил разделить раздельно уже полгоря. Иногда можно вообще молча помочь, как ты сказал, просто посидеть рядом. А если кто-то другой унывает или ропщет, как тебе к этому относиться? Ну, вот если есть такие люди, которые постоянно, вот постоянно, ты вот от них это слышишь и ты уже просто вот... Ну, во-первых, не разделять это, во-вторых, предлагать, если там они тебя втягивают в это, слушай, ну, надо с этим что-то делать, давай помолимся, с этим нельзя так смиряться. Еще есть совет, куда можно изливать свою уныние, это на бумагу, то есть личный дневник, туда записывать то, что вот накипело, вот ты потом перечитываешь, ой, что за бред? Ну, это да, может быть, психологический ход такой. Вот, насчет дневника личного, я, короче, завела себе его, вот с начала учебного года, и мне так, читая, грустно, что-то одно на тео какое-то, вообще. Ну, если так посмотреть, в общем, то из-за уныния можно впасть, как бы, в другие страсти, там, тоже пьянство, из-за уныния, там, зависть. Конечно, и самое страшное самоубийство, если запустить. Ну да, вот насчет, что помогает от уныния, вот в книжке Поляна, у девочки отец, он был пастором, и, в общем, в какой-то момент у него была куча проблем, там, с приходом было все плохо, в общем, все было ужасно, и он взял Евангелие, и посчитал, сколько раз Господь нас призывает радоваться. И, я точно не помню, но, по-моему, триста шестьдесят пять. Вот. Ну, в Библии слово «радуйтесь», сказано триста шестьдесят пять раз, сколько дней я гладу. Смотрите, Иоанн Лесточник еще советует в качестве борьбы против умения мужество. Мужество, его надо в себе пробудить, и Господь не зря говорит, мужайтесь, и докрепится сердце ваше, всеупывающее на Господа. И тогда, Иоанн Лесточник говорит, что мужественная душа воскрешает умерший ум. Что такое духовная смерть? Разлучение с Богом. И вот мужественная душа воскрешает умерший ум, понимаете? И тогда возрождается в душе надежда, и она рождает радостно-творный плач. Слышали когда-нибудь такое словосочетание? Это в аскетике у святых отцов. Радостно-творный плач. Как вы можете вот расшировать? Радостворяйся. Умничка, очень просто. На самом деле, плач, блаженный плачущий о чем? Не просто живущий, именно о своих грехах. И вот этот радостно-творный плач, он очищающий. Вообще, борьба с унынием, это вот реально, вот мы говорим, воины Христовы, брань духовная. Вот борьба с унынием, это вот реально борьба, прям до треска костей, понимаете? Вот такое вот. С унынием, вот гирюльки гирать не надо, это прям очень серьезно. И прям лучше сбивать на начальной стадии. Так, я что-то хотел сказать. Вообще, если ты грустишь, это уныние. Вот если ты переживаешь за что-то слишком сильно, и ты, ну, от этого не в радости находишься, это уныние? Нет радости и спокойствия? Переживание — это выделение энергии. Ну, переживаешь, да? Зачем это делать в холостую? Простите, я вот всегда одно и то же. Ведь эту энергию можно превращать в молитву. Но я не установлю повторять, потому что я хочу, чтобы вы запомнили, что это огромная сила. Иоанн Кронштадтский говорил, идёт человек, ты смотришь, он тебя не видит, а ты его видишь и не знаешь, как его зовут. Начинаешь за него молиться, он идёт у рюмы, потом через несколько шагов вдруг у него появляется улыбка на лице. Молитва — это сила. Знаете, что в апокалипсисе есть такая фраза? Люди будут издыхать от ожидания бедствия, грядущих на вселенную. Люди будут издыхать не от бедствий, которые от ожидания бедствия, грядущих на вселенную. В некотором смысле можно сказать, что Господь указывает такое массовое уныние как признак тоже последних времён. Можно такое вот сделать. Но меня больше удивляет, что от ожидания, то есть ничего еще не случилось, они уже издыхают. Они не просто грустят, они издыхают от этого ожидания. Ну так вот, наше Мочилово с унынием, оно очень серьезное, я говорю, отрезка гостей. Не издаваться здесь категорически нельзя. И противовес вот этому вот издыханию от ожидания в нашем случае, когда мы боремся, у нас вот это мужество, оно рождает надежду и радостотворный плач, и, соответственно, ожидание будущих наград. Лестричник советует об этом помнить. Когда вот это накрывает, что нас ждет, тут уже много чего можно перечислять, что мы будем богами, богодати, с светоносными сущностями и так далее. И это реальность, которая нас ожидает. Это очень вдохновляет. Ожидает нас то, что апостол Павел говорит, что ни ока не видел, ни ука не слышал, даже на ум не приходил от того, что приготовил нам Отец Небесный. Говори. Андреан, а издыхание это имеется в виду телесное или душевное? Это, знаешь, конечно, душевное, которое переходит и в телесное. Когда человек просто парализован этим ужасом каким-то того, что еще не произошло, просто от ожидания, понимаешь, издыхание. Это серьезная брань, почему Лестричник говорит, что ничто столько венцов не доставляет, как противостоянию, унынию. Кто одержал эту победу, тот во всем будет искусен. В притчах Соломоновых сказано «Угрюмый дух иссушает кости». Угрюмый дух иссушает кости. Представляете? Ух! И закончить я хотел удивительно нашего святым Серафима Саровским. Но он вообще всех встречал словом «радость моя». Да? А он не лукавил. Почему он всегда говорил «радость моя, Христос воскресе?» Потому что он, пребывая в Духе Святом, для него это была реальность. Итак, Серафим Саровский предлагает прочитать всегда радость. Цитата. «Дабы сохранить мир душевный, должен отдалять от себя уныние и стараться иметь дух радостный. Всегда радуйтесь, от внутренней натуре ничего доброго не сделаешь, а от радости что угодно можно совершить. Веселость не грех. Та-да-да-да-дам, запомнил. Веселость не грех. Она усталость отгоняет, а от усталости уныние бывает, и хуже его нет. А нам, православным, нет места унывать. Вот это мне очень нравится. Нам, православным, нет места унывать, если мы нормальные православные. И закончу словами из Нагорной проповеди. Радуйте и веселитесь. Аминь. В борьбе с унынием все средства хороши. Если вас вдохновляет музыка, послушайте музыку. Если вас вдохновляет... Я сейчас специально иду не от высоких вещей, потому что про высокие вещи все понятно. Надо молиться, нужно читать Священное Писание, нужно ходить в храм, нужно приступать к таинствам, причащаться к Святой Христовой тайн, исповедоваться. Если этого мало или это не помогает, почитайте хорошую книжку. Послушайте хорошую музыку. Хорошую не с православной точки зрения, а ту, которая вам конкретно понравится. Займитесь любимым делом. То, тем, что способно будет доставить вам радость. Пускай эта радость будет не духовной, пускай эта радость будет земной, но эта радость способна будет как-то вас запустить. Поделюсь одним своим маленьким опытом. Я не умею сам себе поддерживать духовное горение. И каждый раз, когда оно ослабевает, я начинаю впадать в уныние. Но общение с людьми, которые духовно горят и духовно светятся, способны заразить, способны зажечь. У меня даже есть собственный такой для самого себя термин перезапустить духовную жизнь человека. Поэтому, если есть рядом с вами те люди, общение с которыми способно зажигать вас, способно перезапускать ваше уныние, обязательно этим пользуйтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин